В Чувашии продолжают успешно внедрять систему социальных контрактов. С начала года такое соглашение заключили более 1200 жителей республики, которые находятся в сложных материальных условиях. Напомним, наш регион вошел в пилотный проект, направленный на снижение уровня бедности с помощью этой меры. Как соцконтракт помогает встать на ноги, расскажет Рифат Фадкулин. Случилось так, что Инна Ильина осталась без работы. Руки, однако, опускать не стала. Услышав по телевизору новость о соцконтрактах, тут же обратилась с заявлением в отдел соцзащиты. Вскоре получила не только ежемесячную материальную поддержку в 10 134 рубля, но и новую работу. Так как мы являемся малоимущей семьей, у нас все получилось. И уже на следующей неделе меня пригласили на собеседование в центр занятости, где я уже стояла по безработице. И успешно прошла собеседование, и уже в феврале, в начале, я устроилась работать в центр занятости. Я ушла из педагогической сферы в совсем другую сферу, осваиваясь потихонечку. Я очень благодарна коллективу центра занятости, который тепло принял меня, обучает всему. Оформить контракт несложно. Главное – забрать нужный пакет документов. Их принимают в отделах соцзащиты в каждом муниципалитете республики. Туда может прийти любой гражданин, признанный малоимущим. Далее остается лишь выбрать одно из четырех направлений господдержки. Мы оказываем государственные услуги по поиску его работы. Если гражданин долгое время не работал, то мы помогаем ему обрести новую специальность или, допустим, повысить ту квалификацию, которую он ранее имел. В этом смысле мы его направляем на учебу. Притом, он имеет право до трех месяцев проходить эту учебу. Эта учеба до 30 тысяч рублей оплачивается тоже за счет вот этой программы. Следующее направление – после получения учебы он может трудоустроиться. И, допустим, в период прохождения его и обретения новой специальности мы работодателю гарантируем выплаты в размере 15 769 рублей. Тем, кто выбрал четвертое направление и решил открыть свой бизнес, тоже поддержат рублем. Они могут рассчитывать на единовременную выплату в 250 тысяч рублей. Рифат Фадкулин, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.